В подразделение войск ПВО Новосибирской области приходит самый современный российский зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф». От предшественников он отличается так же, как нынешние смартфоны от обычных телефонных аппаратов. Это подтвердили многочисленные испытания. Репортаж Елена Макаровой. Пятимощные машины заступают на дежурство. Круглосуточный дозор. Задача охранять небо над Новосибирском. Они прибыли в Сибирь из Астраханской области после прохождения проверки. Испытания еще раз продемонстрировали триумф российской военной инженерной мысли. В ходе опытно-боевых стрельб система поразила более 10 мишеней. Эти мобильные зенитно-ракетные комплексы вдвое превосходят своих предшественников по всем показателям. Правда, визуально С-300 и С-400 практически ничем не отличаются. Само различие, говорят военные, в начинке. Комплекс напичкан всевозможными радарами. Вот, например, один из них раннего обнаружения. Его локатор сможет увидеть любой летающий объект в радиусе 600 километров. Все компьютеризировано настолько, что вероятность человеческой ошибки сведена к минимуму. Старые сотовые телефоны. Большие, емкие, громоздкие. И вот теперь сегодняшние смартфоны. Вот сравните их функциональные возможности, и вы, я думаю, поймете разницу между теми комплексами и нынешним комплексом. Преимущество перед зарубежными аналогами в том, что ракеты комплекса С-400 используют так называемый холодный вертикальный старт. Ракета выбрасывается из спусковой установки вверх. Во время подъема, благодаря давлению газа, она наклоняется в сторону цели. Каждый из таких ракетных дивизионов способен одновременно уничтожить до 12 целей, причем практически на любой высоте. Военнослужащие между собой С-400 прозвали стражами неба. 23-й первому прибыл на место дислокации. Владимир Щербак оказался в числе 60 военнослужащих, которые прошли специальную переподготовку для работы с новым вооружением. Говорит, С-400 прекрасно преодолели в том числе и погодные испытания с сибирскими морозами. Машина, предел температуры у нее разный, но до минус 50, вот у нас было минус 45 градусов. Мы спокойно заводили, прогревали. От плюс 70 до минус 50 градусов она спокойно себя чувствует. Новосибирские военные первыми в Сибири получили уникальные комплексы. Также триумфы находятся на вооружении бригад и полков Южного и Центрального округов. База есть и в Подмосковье. А после того, как комплекс, который в НАТО классифицировали как Гроулер, дословно Борчун, развернули на базе в Сирии, турецкая авиация прекратила полеты над территорией Арабской Республики. Елена Макарова, Игорь Гуляев и Константин Анисимов. Первый канал. Сибирское бюро.